Добрые дела Вице-психолога-руководителя волонтерского движения «Покровские врата» Татьяны Славянской Мне хотелось сегодня собрать всех людей Твери, которые помогают нашему волонтерскому движению У нас родилось Тверское отделение нашего волонтерского движения, которое называется «Матушка Тверь» Цель сегодняшнего благотворительного мероприятия, все собранные средства, мы направляем онкобольным Тверского региона Как было отмечено, на вечере присутствовали партнеры и друзья Руководитель социального приюта «Матери и ребенка» «Жизнь одна» Анна Орлеанская Абдурахман Базаров, вице-президент Тверской области по дзюдо и многие другие Это сотрудничество очень интересное, потому что у Татьяны возникает огромное количество мыслей И огромное количество идей, которые она потом воплощает На вечере звучали прекрасные композиции в исполнении приглашенной группы и, конечно же, Татьяны Славянской Одна из которых всеми любимая песня «Матушка Тверь» Мы работаем давно уже, очень много лет, а когда тебе приносят песню о твоем городе, это вдвойне приятно Поэтому я ее сделал с удовольствием, с Таней мы работаем давно, у нас взаимное такое сотрудничество и любовь Какой же Новый год без подарков? А подарок есть, и он очень приятный Все собранные средства пошли в помощь онкобольным женщинам Так приятно было услышать, что деньги пойдут и на нашу организацию Самая главная наша поддержка – это эмоциональное Эмоциональное плечо друга, информирование не только наших девушек, у кого есть диагноз Кстати, их здесь половина зала, таких девушек, разве по ним скажешь, да? Они вон все веселые и красивые сидят Судя по восторженным лицам гостей и отличному настроению, вечер удался на слабом Все не только насладились выступлением Татьяны Славянской, а также стали частью доброго дела О творческой жизни киноконцертного зала «Панорама» расскажет арт-директор Светлана Шепет Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами находимся в Орегитее, медицинской клинике доктора Мухиной И поговорим о подарках в преддверии новогодних праздников 26 декабря в некоторых странах отмечают День подарка Традиция дарить подарки имеет глубокое значение для культуры человечества Не зря англичане говорят, кто умеет дарить подарки, тот умеет жить Еще в древние времена мужчины дарили женщинам еду, надеясь добиться внимания Простые люди подносили дары правителям, пытаясь добиться расположения Вожди обменивались ценными подарками, таким образом стараясь наладить взаимоотношения Сложнее сказать, как возникла традиция дарить подарки бескорыстно Я думаю, что она также уходит в древние времена В нашей стране тоже всегда любили дарить подарки И зачастую их называли и называют гостинцами Потому что принято, идя в гости, дарить подарки хозяевам Ну и по моему мнению, богатство определяется не имуществом, а щедростью Умением как раз-таки дарить подарки В детстве мы все верили в чудеса и то, что чудеса происходят под Новый год Со временем, конечно, это чувство чуть притуплялось И всем известно, что жизнь человека делится на три этапа Сначала мы верим в Деда Мороза, потом не верим, а после сами становимся Дедом Морозом Ни для кого не секрет, чтобы вновь поверить в чудо, нужно стать его автором Но согласитесь, какое же это удовольствие видеть черты счастья и радости На лицах близких и родных нам людей Для многих это и есть настоящий новогодний подарок Дарите позитив, добро своим друзьям, знакомым, близким А где как ни на хорошем концерте можно зарядиться этими положительными эмоциями О таких концертах как раз и пойдет сегодня речь Уже 29 января на сцене киноконцертного зала «Панорама» Выступит легендарный государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» Под руководством Владимира Спивакова Перешагнув 40-летний рубеж, коллектив как никогда полон энергии Радует многочисленную армию слушателей неизменно высочайшим уровнем исполнительского мастерства Радует многочисленную армию слушателей неизменно высочайшим уровнем исполнительского мастерства «Панорама» Владимир Теодорович Спиваков с группой музыкантов-единомышленников создал этот коллектив в 1979 году Став его бессменным художественным руководителем, дирижером и солистом Аура этого созвездия ярких дарований была уникальной, вспоминает маэстро Субтитры создавал DimaTorzok Он призвал лучших из лучших, настоящих мастеров И с тех пор подход художественного руководителя к подбору кадров не изменился Ведь не только от сыгранности группы, но и от яркости солирующих голосов зависит класс любого оркестра Концерты цикла «Камерные вечера» – бесспорное тому подтверждение Выступая без дирижера, артисты демонстрируют великолепную слаженность игры, чистоту стиля и безупречное единство звучания Субтитры создавал DimaTorzok Итак, 29 января – киноконцертный зал «Панорама» Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» А солировать будет Надежда Гулицкая Не пропустите это замечательное мероприятие А уже 5 февраля на нашей сцене музыкально-поэтический спектакль В исполнении Ольги Кабо и Нины Шацкой под названием «Пятое время года – любовь» Живая, как душа человека, любовь рождается, расцветает и умирает, сменяясь разлукой и воспоминанием Это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паш Она бывает очень разной, как времена года Дорогие сердцу, а иногда и памяти строки русской поэзии О любви, любимые романсы и песни о любви будут звучать в спектакле Сменяя друг друга, отвечая друг друга Поэзия Пушкина, Есенина, Жуковского, Пастернака, Фета, Ахмадулина и других авторов Которые вторят известные эстрадные народные песни и романсы Основная нить спектакля – времена года Чередование сезонов, меланхоличную осень сменяет зимняя задумчивость Ей на смену приходят игривая весна и знойное лето И вне зависимости от течения времени Вечным оживляющим душу чувствам всегда остается любовь Любовь, которую великая Анна Ахматова назвала пятым временем года И вся планета работала для меня И эта радость, будто солнце не остынет Не сможешь ты уйти от этого огня Не спрячешься, не скроешься Любовь тебя на стиле Итак, 5 февраля Музыкально-поэтический спектакль «Пятое время года любовь» В исполнении Ольги Кабо и Нины Шацкой Не пропустите! Приобретайте билеты на эти замечательные мероприятия В подарок родным и близким Заходите на наш сайт, следите за нашими анонсами До новых встреч! Будьте здоровы и счастливы! Более 25 лет в Твери работает клиника доктора Мухиной Оригетея Сегодня это многопрофильный центр, где можно записаться на уникальные процедуры по снижению коррекции веса Самые передовые косметологические процедуры, которые проводят на современных аппаратах с применением брендовой косметевтики Здесь принимают узкие специалисты, лор, терапевт, офтальмолог, гинеколог, психотерапевт Проводятся лабораторные исследования, флюорография, УЗИ Можно пройти водительскую и оружейную медкомиссии, оформить справки и записаться на профосмотр Снижение веса по авторскому методу доктора медицинских наук Рефлексотерапевта, диетолога, невролога Мариат Мухина и Золотая игла сегодня известен в России И запатентован еще в 40 странах Пациенты проходят комплексную диагностику здоровья Процедуры гармонизации, стабилизации, озонотерапию, акапунтурные лифтинги и многое другое на пути к новой легкой жизни Килограммы тают, а с ними приходит хорошее самочувствие И все это в клинике доктора Мухиной Оригетея Также в киноконцертном зале можно посмотреть премьеры «Человек-паук. Нет пути домой» Продолжение истории о Питере Паркере Юноше, случайно ставшим Человеком-пауком, и его подружке Джей Которым снова предстоит столкнуться лицом к лицу с коварными врагами Впервые в киноистории «Человека-паука» наш дружелюбный герой разоблачен Теперь супергероические подвиги стали неотъемлемы от его обычной жизни Когда он просит помощи, ситуация только накаляется И Питер Паркер начинает понимать, что такое быть Человеком-пауком на самом деле Также в киноконцертном зале «Панорама» можно посмотреть фильм «Матрица. Воскрешение» Что делают, если окружающий мир кажется ловушкой? А самые фантастические сны больше похожи на настоящую жизнь, чем повседневную реальность Хочешь найти правду? Следуй за белым кроликом, чтобы вернуться туда, где все началось Обратно в «Матрицу» Также в прокат вышли охотники за привидениями Наследники Джейсона Райтмана Переосмысляющие легендарную франшизу с помощью современных спецэффектов И школьников в главных ролях Лента Ру рассказывает, чем обернулась новая попытка погони за призраками Голливудского кино 80-х Мать-одиночка Келли живет в Нью-Йорке с детьми Ну, то есть как живет? Скорее всего, сводит концы с концами Когда денег перестает хватать даже на оплату квартиры, семейство грузит пожитки в автомобиль И отправляется в Оклахому на ферму, оставшуюся в наследство после смерти отца Келли Давным-давно отдалившегося от родных и при жизни имевшего репутацию сумасшедшего Что же будет происходить дальше, можно увидеть в киноконцертном зале «Панорама» Заходите на наш сайт, следите за нашими анонсами, будьте с нами С вами была программа Культфьюжн, оставайтесь с нами и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»